Доброго времени суток Доброго времени суток Доброго времени суток Добрый день суток Добрый день Были такие ребятки Ну, это примерно из того же разряда В общем, Чен третьим пиком для Менески Ну, и видим, что у них вроде неплохая агрессия Изначально видна А вот Дальше-то что у нас Будет? Потому что, в принципе Игры ответственные Тот, кто проигрывает, тот вылетает с этого турнира Это Best of 3 серии, если я еще не говорил об этом ранее Так вот, кто проигрывает, тот вылетает Из квалификации и все Весь тот путь, который он пытался Проделать, он уже упускает Малейшие свои шансы на попадание В Сиэтл, на Интернешнл Даже в качестве Второй команды Что можно сказать? Надо сказать, что Менескам нужно забирать Каких-то хардовых керри, потому что Вот тем запакам, которые у них сейчас есть Если они не пропушат на самой начальной Стадии, они упрутся В то, во что вы вчера уперлись Если не ошибаюсь Кто-кто? С одним антимейджем, кто у нас играл? Это играл Иисус Иисус, да Вот Затянули на 40 минут Один керри против трех керри Это Мид Страст как раз были Там Лейкл сыграл на антимаге Но вот сейчас видишь Ребята из Мид Страст Решили сделать то, что с ними сделали вчера Как ты правильно сказал Взяли сразу Нага Сирену Взяли Вайпера У них очень сильный тимфайт В начале будет игры В смысле, в середине игры И очень мощный лейтгейм В лице Нага Сирены Если это будет керри Я почему-то думаю, что это будет Керирующая Нага И плюс у них сразу же Антикерри Это Вайпер Который очень неплохо Блочит сразу же Милишных Всяких товарищей То есть эти ребята Ребята из Мид Страст Они понимают, что Они будут играть 90 минут Все Главное поломать их план Потому что первые три пика Команды Минески Они уже не рассчитаны На 90 минут Но абсолютно никак И Нужно Как-то пытаться Воевать чуть пораньше И соответственно Брать героев Которые дерутся чуть пораньше Чен через 90 минут Становится просто булкой Ну вот берут Вингу Продолжают набирать Пуш Керри Винга Это Керри Да ладно А Сент Кинг Чен и Винга Ничего мне говорят? Лоль Лоль Ну походу действительно Ребята собрались запушить Но посмотрим Как это получится Потому что Остается только Четыре матча на Старладере На квали К интернешнл Сыграл Винга И Ноль побед Ну это у Минески У Минески Вингада Действительно пока еще Без побед идет Но у нас были кстати Ребята отважные Которые взяли Тогда помнишь Виспс 0% Там Пак 0% Еще кто-то 0% Взяли Сгвалтировали команду противника Там за 25 минут И все И разошлись по домам Так что Тут проценты пока еще Ни о чем не говорят Я бы сейчас забанил Баншу Наверное В МИД Который очень даже Может заехать Своим экзорцизмом Это единственное Что может сильно пушить И остановить Как-то это Мисс Трас думает Будут играть лейтова Вот в чем их проблема И Банят антимейджа Да какой лейтова Тут член Ты видишь Они забанили Все что может играть в лейте Морф Вивер Антимаг То есть Они не собираются Играть Там А эти ребята банят от пуш Банят от хил Все правильно То есть мне кажется Или Мисс Трас Что-то недопонимают Или они настолько В себе уверены Что они смогут Затянуть эту игру До лейта Что вот им просто Плевать на все Проблема в том Что отбиваться им Нечем в начале У них есть Тайтхантер Который может начать Неплохо тимфайт Есть более-менее Жирный вайпер И есть Вроде бы Тренд протектор Который может помочь На стадии там Вышки да Как-то регенить Но Если вышки будут Сносить с одного захода Что делать На самом деле да Ты правильно заметил А у Ера Скаст как такового нет Анчур смеш Который в упор Если Тайтхантер там Один раз подойдет Там будет либо свап Либо лассо Да что угодно Там даже сынкин копнет И его просто с руки Распинают Этого Тайтхантера Опять же Тайт На оффлейне О Есть Хоть что-то Макропира Задувка Айспэт Вот именно Ребята наконец поняли Что Типа надо бы Чем-то откидываться И взяли наконец Толкового героя И Луна Харвестер Луна Впрочем Также и неплохой Лейтгерой И рейнджовый Лейтгерой Что немаловажно Против Вайпера Очень хорошо подходит Жаль не Тракса Жаль не Тракса И Сент Кингтон Нажали пассивку Не на самом деле Да Несмотря на то что Лоу рейндж герой Но герой неплохой С хорошим аджором Хорошо воюет с иллюзиями Также То есть В принципе Луна мне тут очень нравится Ну и посмотрим К чему Все у нас Придет Мне очень нравится То что набрали Менески Боевой ранний пик Если они будут им драться Естественно Потому что Всякое бывает Ну и у нас еще Одного игрока не хватает В этом матче Как вы видите Сверху значок дисконнекта Мигает Я думаю да Если Менески За 40 минут Игру не закончат Можно писать гг Ну реально Там дальше ловить нечего Там у Наги уже будет Тарас 8 слотов Что типа Луна одна Это круто Я не спорю Можно даже упираться На то Чтобы свапать Свапать людей Нагу да К себе И там ее как-то Пытаться кучей Свапаю тайда Убьем до ульта Да Та самая Та самая фразочка Да Ну что ж друзья Мы готовимся уже к старту На конец матча Ну давай Давай Менески Пауз 5 мин Эти судьи Друзья Это лучшие судьи Вообще В истории человечества Во первых Они сами могут опоздать На игру На 20 минут Потом доказывать Игрокам Что ребята У вас пауза короткая Вы не можете затягивать Игру Видите ли Ну как это так И начинают игру Раньше расписания Заставляя тем самым Нервничать там Игроков Комментаторов Которые вроде бы Ну все матчи Были до этого норм Там по графику Шли более или менее Ну не по графику Потому что они шли с опозданием Потому что судьи Всегда приходили позже на матч Так вот А сейчас они решили Стартануть раньше Это полная некомпетентность Назовем это По некорректным словам Если вы видите расписание То матч должен стартануть Через 22 минуты Да То есть И я с довольной рожей Такой захожу в арену Сейчас кофейку Сразу оплюха такая И такой Саша И сюда Дверь Вот она Давай вики Как-то вот так Это все Пантамима Годхант идет В студию Называется Я такой захожу Он уже сидит там На пикибаны Смотрит Я думаю Ты че С утра что ли Комментируешь С шести Еще не завязал Типа Я и спать Наверное не ложился С вечера остался Вчера Я уходил там на сцене Сидел с Тафой В КС что ли Лупил Я думаю Походу Не пали меня Не пали Сидит на сцене Там что-то делает По работе По работе Комментирует Со сцены Какой-то там Я не знаю Аматорскую лигу Походу кричит Да Ну что ж Если говорить По самой игре То что у нас получается ТНК Будет играть на Тренд протекторе Иисус на Нага Сирене Бумбел Джакиро Абба Вайпер И Кут На Тайтхантере Это у нас была Команда Мисс Траст И Минески Вот наконец Заходит их Последний игрок Сейчас мы будем Начинать Джесси Ваш Бэтрайдер Г Или такой Г На Винджфул Спирит Ова Поги Или просто Ова Чен Гейт Джей Тойлет 1 Блин Почему убрали Кнопку репортов И надо еще Добавить в слоты Судей Чтоб можно было Судей репортить Муты давать Там Лоу приорити Лоу приорити Судья Вам запрещено Судить турниры Ближайшую неделю Ну так все правильно Или вы судите Я не знаю Какие-то Двенадцатую Лигу Не ну не знаю Блин Мне это просто Абсолютно не нравится Это вымораживает Да вымораживает Действительно Вроде ты стараешься Распланировать Как-то свое время Максимально продуктивно Его использовать А в итоге Приходят пацаны Говорят Ну что А на 40 минут раньше Ну давайте Такой знаешь Сидят Кофе там Пьют До игры еще час Да какой нафиг час Смотри Бах короче А у нас же нет комментаторов У нас есть хуюн Погнали Хватит Да это друзья Если кто не в курсе Была игра Брат их походу Стартанула Без вообще комментаторов С одним хуюном Это вьетнамский Наш коллега Я его коллегой Не считаю Он такой опасный Тип какой-то Все время где-то рядом С судьями с этими Мне кажется Это одна какая-то Банда шаловливая Мафия Мафия да Тайская мафия Или вьетнамская мафия Не знаю Ладно Что Где Из той или это Никто еще не вернулся Судя по всему Долго терпели Долго терпел Видимо там Сейчас стоит Ломает Здесь это судья ушел Он говорит Начинайте без меня Срочно Может это белым Было написано Так А ну 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 Обе команды Имеют еще Две паузы Вы можете Отпаузить Когда обе команды Реди Подожди Да он еще в туалете Ну что вы Вы спешите Куда вы спешите У нас еще 20 минут До начала игры Ребят Можно еще куда-то Сходить Я не знаю В Макдак Перекусить Например Куда-нибудь Спуститься Я не знаю Ну Бред Я вот предлагаю Привозить этих Организаторов Вот там Я не знаю ВПЦ взять Там еще кого-то Вот сюда их На недельку К экстримчику Там и так далее Полное погружение Знаешь Чтобы команда На 3 минуты Опоздала Хренак ей Штраф И так можно Их можно Заставить Приходить Неужели Да Не вот реально Старладер Если команда Опоздала на 5 минут А может вообще Не приходить Ну типа того Думаю что Дорогие друзья 50 минут Перерыва Или небезызвестные Типа Мы не хотим Играть Мы хотим Дисквалификацию Команде противника Вам вообще-то Играть по расписанию Мы не будем Играть по расписанию Тогда вам техлуз Вы что нам угрожаете Техлузом Если мы не будем Играть по расписанию Да Мы всем командам Угрожаем техлузом Если они отказываются Играть по расписанию Типа Ну из этого же разряда Так ладно Все Отжали у нас паузу Продолжается У нас здесь заруба Призовой фонд Тем временем 5 миллионов В 617 715 долларов Уже совсем скоро Рейнджовый барак Станет явью Ты выпустишь Свой рейнджовый барак Просто Фуриона Ты не видел Ты не видел Эти матчи Ооо Братень Ты очень много Пропустил Так Ну у нас тут Сразу же начинает Ээээ Окей Мне понравилась Реакция Сэнд Кинга На все это Он так Живот втянул За деревом Почком встал И стоит Спрятался Как будто он думает Что на Бэтрайдера И Луну Сейчас кто-то побежит Типа они вдвоем Шли-шли И загуляли Почему нет Я обычно когда вижу В лесу Бэтрайдера И Луну Сразу Разбежишь их Криппроекера Конечно Смотри-смотри-смотри Байтят на Луну Боже мой Что происходит У нас Еще крипы не вышли А уже начинается Идиотизм в игре О мой бог Три типа спрятались За деревом Луна пошла Типа быковать Это просто жесть Не хватает Тут еще ласта Нам сейчас Вот для Погружения Как ты говоришь Для полного Полного погружения Так ну что Тайтхантер будет стоять В сложной У Мэйден Таиланд В миде у них Будет стоять Вайпер И естественно Формить будет Нага Сирена При поддержке Тренд протектора И Джакиро Тут у нас что У Минески Луна Винга И Чен В сложной В миде Сэнд Кинг Вот так вот тебе Ход конем И Бэтрайдер На своей легкой линии Против Тайтхантера Мне кажется Минески тут что-то Перемудрили Слушай Им надо Очень сильно Перемудривать В этой игре Чтобы вы видите Так скажу Не у них понимаешь У них два Лоу рейндж героя Это Винга И Луна Которые Вроде Имеют Приписочку Рейндж Хироу Но от рейндж хироу Там вот только Эта приписочка Остается Потому что Дистанция атаки Ты видишь Нага сирена Достает рептайдом Луну Которая бьет Просто С руки Чтобы вы понимали Насколько это Рейндж Хироу Сэнд Кинг В это время В миде Что он тут Делает против Вайпера Вайпер Кстати Пока на него Не особо Внимание обращает Мне кажется Вайпер Чует подвох Где-то В этом всем Да Он видит Сэнд Кинг На метле И понимает Что это уже Подвох И явно Что-то за этим Должно таиться Да Знаешь Когда ты видишь Темную комнату Луч падающей света Стоящий Сундук Золотом Ты понимаешь Что здесь Не все так просто Явно Где-то сейчас Либо со скелетом Придется драться Либо Может случиться Курьез Да Да Ну что ж Вот эта дабла Луна и венга Она в принципе Не особо боеспособная Пока что Пока у них лвла Не слишком большие У них много урона с руки Это факт У них сейчас там Венга возьмет На втором уровне Например Ауру вкачает И будет себя Неплохо чувствовать И собственно говоря Луна тоже У него сейчас вот Бим Первый лвл аура Им еще чена С вот этим дебафом На Им чена С волком надо С волком И дебафом На плюс Физ урон Да 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 Кстати Просто хресь Хресь И там Пых пых Нет Дамаги действительно много Но кстати Венга бросила луну Это увидели Ребята из мид Траст И убивают луну Все очень просто Это ферст блат Слушай по моему По другому должна была Развиваться игра Немного Миннязки тут уже проиграли Мне кажется Потому что они с линиями Очень сильно намудрили В результате Мид стоит совершенно спокойно Вайпер Ему Сенкинг Ничем навредить не может Тайдхантер стоит Точно так же Легко В своей сложной линии Да он вроде крипов Много не добивает Но у него Максимальный почти там уровень В теории должен быть Да он второй левел на карте И Также Ну легкая линия Вот ты видишь Нага Сирена Она просто не ощущает Эту луну сейчас Там задувочка еще в спину Ну И не возвращайся Луна ничего не выформит С этого лайна Абсолютно ничего То есть у луны нет айтемов А больше не на кого надеяться У них единственный был Вариант То что луна перегонит На два слота Нагу Каким-то чудным образом Я не знаю Убийствами Вышками Еще чем-то И пойдет Спушит То есть ну Будет драться Одной тычкой Убивать полкоманды Так и есть Вариант При том что у луны Будет сапог И в рейдбент На 30 минуте Не рассматривался Да ну и понимаешь Вот вроде бы Три рейнджовых героя У Минески Но если обратить внимание Там не только луна И веншфул спирит С лоу рейнджем Там бэтрайдер Он тоже особо Дальностью атаки Не отличается А в миле Воевать против Тайтхантера Против Нага сирены Там ТХД Дерево Против вайпера Это все Очень-очень плохо Минески Пик тут проиграли Просто в салат Как мне кажется Вот опять Очередной выход Задувочка Сеточка А это минус скорее всего Будьте айспент Скорее всего не успеет А! Ааа! Аааа! Ааа, там надо, нет? Ааа! Вот так, значит, ну что ж Опять великолепный комментарий Не, ну я просто думал, что сейчас луна развернется Даст там плюсен бим в кого-нибудь от фонаря и умрет В мид выход на вайпера Вайпер под левенармором Ну тут три стана, извините меня Я слышал, что станы, в принципе, хорошая штука в доте И... Завязывай их, да? Бред свой Утренний нести Не умылся, что ли? Начал со своими станами с утра Скажи еще, что рунжовый барак бить надо Не-е-е, это все вранье Так, ладно, что у нас здесь? Здесь у нас Нага Сирена, 15 на 3 Так, я уже сразу тут включил Нетворс Смотри, как идут ровненько, 15 на 3 Вайпер, 15 на 3 Тайт, 15 на 3 Нага Сирена И следующий 15 на 1 Сенкинг 12 на 3 Бэтрайдер, там 9-0 7-1 у Луны, у Луны еще и одна смерть И Луна к крипам уже не подойдет Ее просто сейчас будут убивать А, тут ТХД на хосте Сеточка какая А, ну давай, ребят, Дубль-2, Дубль-2, смотри так Эть, 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 нуть, почти Опять потрясающие комментарии Ну что ж, друзья Я уже говорил, что Минески проиграли первую карту И там сейчас Луна такая Ребят, что-то налайндит не так А, действительно А что не так? Бил, убивают, БКД Да, 7 крипов В то время как у противника крипов Уже в 2 раза больше добито И... Один фраг, один ассист Я сейчас просто включаю Нетворс Я могу даже график, наверное, уже включить И мы видим, что уже на полторашку Вперед вырвались Ребята из команды Мисс Траст Это ТВРа еще не падали Это, грубо говоря, тупо Перефарм за 5 минут За 5 минут Просто одни крипочки, да Ну, 2 фрага против 1 фрага Окей Там где-то Феррест Блад Где-то еще что-то Ну вот сейчас Уже Трипла стоит на линии Тут с Кентавром, Чен Опять же, вот эти станчики, станчики, станчики Но Нага Сирена все это понимает И отходит Джакира уже 4 уровня Вот что самое противное То, что ТХД сейчас сможет нормально дефить свою Нага Сирену Как только к ней будут подбираться Вот эти вот лоу-рэндж герои Он просто кладет айс пас Как угодно Там поперек, вдоль Ему вообще фиолетово И просто никто не подойдет к Наге Ну вот смотри Выходит Венга И... И... Ганг не удался И уходит Венга А вот походу Венга-то не уходит отсюда Ее Чен оттпшит на базу А где будет ли Сет? Нет, нет Чен не уходит А Чен? Венга уйдет, а вот Чен нет Не пожалел Тайтхантер Рэвидж И правильно Абсолютно правильно Да, я считаю, что вот эта экономия сплав Особенно на ранней стадии игры Шестая минута Вряд ли будет файт 5 на 5 в ближайшее время И вот 100% не будет Да, скорее всего Даже если у вас будет рэвидж К вам просто драться никто не придет И вы там на халяву, возможно, отожмете вышечку, например А так вы еще забираете Чена Опять же, обрезаете фарм Убиваете противника морально Да, там глушите инициативу с его стороны То есть все отлично А рэвидж, он Тайтхантер пойдет Сейчас себе еще даггер пофармит На то время, те 2 минуты Когда у него идет кулдаун Ну да Пока Митхи просто переигрывает оппонентов Причем очень сильно И даже пиком, по сути, который глядит в глубокий лейт Ну, там, я не знаю, через 30-40 минут Они должны были начать играть Они играют с первой минуты Ну и Сенкинг подходит убивать Вайпера Но на Вайпере вдруг неожиданно появляется Ливен Армор И Сенкинг А тут вот просветочка Просветочка это, кстати, очень мощно Хотя у Сенкинга нету маны Но вот он отпивается ботлом Вайпер выбирает правильный маршрут убегания И СК остается ни с чем Да, его видят Тут Джекирко Ну, плюнь же ты в него хотя бы Что ты терпила Да он щадит его, типа, говорит Ты и так и остался без эпицентра Тут лоханулся, медли Иди, иди, короче, грусти куда-то там А внизу, ты не поверишь, что происходит Что происходит внизу Внизу опять убивают Луну Луна, которая пауэр трэдс на 8-й минуте Луны, Нетворс В принципе, не сильно отстает от Вайпера В миде 500 золота Но это 500 золота Кажется Но в процентном соотношении Это там 25% Проходят трэнд протектора Его отсюда не отпустят Да, с трэндом тут Шутки шутить не стали Это, конечно, приятно для Минески Но вот все, чем они сейчас могут заниматься Это пытаться ходить и вот так вот убивать людей Находят Нагу Нага сразу же слип И убегать, убегать, убегать А убегать ли? Никто сюда не подтянется? Да, кто к ней сюда подтянется? Нету никого рядышком просто Ну и у самого Лейклза уже нету маны Ему бы сейчас что-то себе принести А он приносит себе барабаны Ну вот, нормально Сейчас будет увеличивать свою плотность Монопул значительно так же там вырастает У нас за счет того, что статов очень много барабаны дают Быстрее бегаешь, быстрее бьешь Все быстрее делаешь Там, правда, у Тайдхантера, кстати, проблемы могут быть Да, сейчас уже 5 стаков Сейчас будет просто Лассода Потащили братюню Братюня еле живет 6 стак А кто ж тебя спасет-то? А скинулся! Ну, естественно А ты что думаешь, все так просто? Че за... Где-то подвох, да? Бред! Ты смотри У нас тут сейчас пытаются забрать Джакиро и Нага Сирену Нечем, нечем сейчас сейвиться Нага Сирена Там, если что, у Тайда есть ревидж А, уже? Да Тогда у меня посерьезные есть интересные новости для того же Сэнд Кинга, например Не, ну Сэнд Кинг он убегает, он, видимо, тоже... Ты что, подожди! Чует ревидж? Сэнд Кинг, не получилось А вот Тайдстэк был плохой Но через секунду будет подкоп Сетка И отличный подкоп по всей движухе, но продолжать нечем Вот был бы там еще... Еул! Не, был бы там еще Лешрак с Линой, всех бы раскатали Но, к сожалению, Лешрака с Линой не добрали Минески Всего пять героев разрешено к участию в матче официальном, к сожалению Да, поинтереснее было бы 7 на 5 посмотреть Ну, я думаю, знаешь, нам бы, например, против каких-то там ДК и 7 на 5 бы не помогло Ты им бы помогло Ну, они быстрее раскачались бы Быстрее бы раскачались, да Все правильно Ну и что? Мисс Траст Опять открываем графики 2000 у них преимущества по деньгам Это вроде и не слишком много Но важно то, у кого появляются деньги И во что они преобразуются Важно в том, что у них эти... Ага Важно то, что Чена тут сейчас сожгут заживо Еще могут и вингут, цепанут А че не пошли? Ее не видели, она за угол уже забежала А если бы это вообще не просвечивали? Вижена не дает, она же попала Да нет, вроде не дает, насколько я помню Важно в том, что деньги у тех героев, которых не должно быть сейчас Они должны сейчас на 2-3 отставать И даже при этом они бы выигрывали, потому что через 30 минут они лещей не дают Но просто там главная вещь в том, что фармит очень хорошо Тайтхантер, у которого скоро появится даггер Тут у нас находят Нага Сирену Нага Сирену надо сейвить Ливен Армор Он очень быстро слетит Санкинг раструсил И Санкинг отличный подкоп Тут минус 2 сейчас будет Да Тайт пытается уйти, но вряд ли его отсюда отпустит Хотя... Да нет, там сейчас подкоп через 3 секунды Хотя АСП А вот так? Блин, реведжа нету, 40 секунд еще Ну вот прилетевший Тайтхантер без реведжа, видимо, не слишком хорошо работает во время дефенса мейн керри И здесь уже грамотно сыграли Миньяски Точнее, безграмотно сыграли Мист Траст Другой герой нужен был, там, не знаю, Тренд Протектор с ультой, у которой всего 5 уровень Джакира, например, какой-то С Айс Пассом Ну, у Джакира Телепорта, я так понимаю, не оказалось Или что-то типа того Может, он только-только прилетел У него, кстати, сейчас Аркан Буцы, наверное, должны появиться Что там у Вайпера по Мике? У Вайпера по Мике все Найс вроде бы идет Скоро будет Да, скоро будет у него уже Меканзм Ну вот с Меканзмом Вайпер тоже сможет прилетать подсейвить Так, пока он не особо хочет участвовать в файтах Пока не выформит Мекку Хотя, мне кажется, зря Вот если бы он оказался там на ботами То это минус Санкинг был 100% Возможно, даже бы Тайтхантера подсейвил Ну, видимо, решил не драться, пока Мекку не доформил Так, у Джакира уже там 1400 денег Как далеко он там закидывает Горело Но все равно это не тот Джакира, который был вчера Который просто ходил и изничтожал Анигилятор Джакира Анигилятор 777 Смотри, у нас находят Вайпера Вайпера пытаются наказать Но вот он влетает Тайтхантер с реведжем Пробивает Луну Луну пытаются подсейвить Телепортирует ее Чену Надо доливать дальше дэмэдж И есть этот самый дэмэдж Поджигают Чена Замораживают Чена И убегают от Чена И отпускают Чена Непонятно почему Смотри, смотри, смотри Так, Санкинг в инвизи Пацаны, говорит, я ее нашел Че мне с ней делать? Убивай Кстати, чуть-чуть Рептайдом не попал Ну, вот сейчас вдвоем-то, кстати, могут Бэтрайдер Есть Лассо Нет Лассо У него маны нет на Лассо С чем мы поздравляем Бэтрайдера Но Нага слишком просела Хотя нет, видишь, Джакирка приходит Подсейвливает Поздно-поздно пришли Остальные игроки Команды Менески Лассо не было у Бэтрайдера У него тупо не было маны Я не знаю, где он ее потратил В самом деле он скушал стики Ему хватило маны Но он кинул флеймбрейк У него не было стиков в тот момент А что у него? Откуда у него мана появилась? Там Арканчики какие-то были или что? Ну, накастовали всякие Джакира, Нага Сирена Было вкастовано 3 сплани Не-не-не, я тебе говорю Он в момент, когда кинул флеймбрейк У него уже была мана на лассо Но он решил почему-то Кинуть флеймбрейк в Нагу То есть он мог ее, в принципе, цапнуть и увести Не знаю, не знаю Я когда смотрел, маны у него не хватало на лассо Ну да ладно Тайтхантер с даггером Окайно, окайно Чё, подхиливают его Чё, проблема в том, что трудно у Митхофф вышки снести Митхофф? Митхи Мэйд ин Тхайланд Смотри, подходят к вышечке Окей, подходят Тайтхантер тоже подходит Получает люсенбим Уводит на себя крепочка Но надо дефать Вот когда у вас есть тренд протектор То лучше подраться вначале Для того, чтобы потом избежать курьеза Возникающих с вышки Потрясающий ливен армор на вышку Там минус Джокир еще где-то погибает Внизу Тут серия ошибок На самом деле сейчас идет Тут Митт Траст Им нужно было дефить А вот сейчас, когда вышку снесли Они идут в атаку Это всегда так обычно делают Действительно Свап Сэнд Кинг Начинает трусить Минус 2 Ну, Митт Только что Просто вот Они отдают эту игру Прямо на наших глазах, друзья Если вы не знаете, как нужно сливать катки Это делается именно так Потому что такие глупейшие ошибки Совершаются Я не знаю, на что был расчет На то, что Враг думает, что у Тайтхантера есть ульта Если бы у Тайтхантера была ульта Он бы ее уже давным-давно дал Потому что там ситуации было намного больше И даггер у него там, естественно, был И они понимали, что Если он не прыгнул на них с реведжем То значит у него его просто нету Мало того, что отдали вышку Отдали еще целых трех героев Сейчас Мисс Страст Да, лучше если вы вышку отдаете То герои Еще и минус Нага Еще минус Нага, да-да-да Там все грамотно Сейчас делают мисс Они продолжают стабильно фидить Дают единственный шанс Сейчас еще и Вайпер погибнет На нем два стака Его высыпали Потянули Отличный реведж Ну что ж Дальше-то что Есть чем дальше добивать людей Есть подкоп у Сэнд Кинга Сэнд Кинг горит на Вайпера Но там Ливен Армор Ливен Армор слетает Приходит Чен Есть минус Уходит Сэнд Кинг И вот, да Его ТП-шит Его ТП-шит Там, правда, сейчас, возможно Тайтхантеру стоило прыгнуть С Дайгером Который у него не был в кулдауне И не был сбит Что Джекира выживает Джекира уходит Еле живой Но все же уходит Хотя его видят Бим Луна делает фраг И вот, друзья Сейчас я вам показываю Чудесное изобретение Второй дотки Это графики И вы только посмотрите С 2000 плюс У Мисс Траст Все скатилось Да, там, минус Семи сотен В пользу команды Минески Да, и сейчас мы увидим Что все примерно так И продолжает у нас развиваться Нага Сирена, конечно Она имеет денежки Она еще игру не проиграла Единственная надежда Как обычно на Иисуса Который сейчас должен Фармить Как бог Потому что Команда его сейчас Знатно подфидила Очень знатно подфидила Не, нельзя Нельзя так делать Я с тобой соглашусь полностью Если вы отдаете вышку И понимаете, что И не можете дефить Отдайте вышку Соберитесь что-то взамен Соберитесь в меде И снесите тоже вышку Это приблизит Рейдинг Снаги Но не нужно Отдать вышку А потом А давайте Догоним их И расскажем Что это была наша вышка Да Получилось весьма глупо Что ж Теперь Луна у нас Десятый уровень С барабанами ПТ Луна теперь По Нетворцу Всего на четыре сотни Отстает от Нага Сирены Учитывая то, что Луну гнобили в начале Четыре раза убили Вот что бывает Когда вы фидите У Сенкинга Там Дайгер Арканы Бэтрайдер с Дайгером Который кстати Только что прыгал на Нага Сирены Но видимо у него там Кулдаун был на лосо Или не допрыгнул Как-то идиотски получилось Не получилось забрать Нагу Если бы там на топище Только что забрали Нага Сирену Радианс мог быть Очень-очень сильно Отложен Отсрочен 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 Да И Рошанчик Рошанчика должны забирать Нет ульта Наги Не должно быть Дайм До него еще целых две минуты Да, очень долго Она еще и десятого уровня Это ультимейт Только первого У него кулдауна Вообще Сумасшедший Ну вот Добивает Рошанчика Причем знают прекрасно А видимо Бэтрайдер на этот сон И разводил Слушай Такой читер этот Бэтрайдер Ну вот Заходи Сейчас должен У нас Санкт-копа двоим Пошел еще Эклипс Как же много Дэмэджа Сюда залетает У кого Аегис Нет ни у кого Аегиса Потому что Рошан еще не умер У Рошана Там 550 хп Которые не в состоянии Сейчас сбить сурьки Даже Тайтхантер Сенткинг должен залетать Да, Сенткинг залетает Копает Прыгает Бэтрайдер Это будет минус Джакира Наверное Да, минус Джакира Рошан падает Нага Сирена Забирает Аегис Но тут такие все Коцанные Через секунду Будет подкоп И там будут сейчас Минус все Да, сбивает Аегис У Тайда У Тайда есть ревейдж Не ревейдж, точнее А Энчур Смэш Нужно держаться Чуть поосторожнее Нага Сирена Нага Сирена воюет Сеточка на Бэтрайдера Бэтрайдер закидывает Бочечку Горят иллюзии Сенткинг Копает Мимо Да как же можно было Копнуть мимо Постоячий Нага Сирени Но ее убивает Это Тим Вайп Минус 6 Только что сделали Минески У нас кто-то шкребется В дверь Заходи Да Не шкребись Короче Эта драка Это просто нечто Во-первых Мид Траст Просто Самая провальная команда В истории Этих квалификаций Как по мне Во-вторых Минески На самом деле Не так глупы оказались Вот этот Бэтрайдер Прыгающий на топе На Нага Сирену Он действительно развел ее на Слип Который сейчас мог зарешать Он просто прыгнул Не стал ее лассосировать Не стали ее убивать там И сразу пошли на Рошана Как только Нага прожала Слип Ну кстати вот Да в чатике дошел тот момент Когда Бэтрайдер был медлен Действительно он провязывал стики У него хватило на лассо Но он кинул флеймбрейк А ну Поздравляю тогда Бэтрайдера Ну в любом случае У него уже есть Даггер У него уже есть Форстав 11 уровень Можно продолжать Врываться На разных Товарищей Где там Нага Сирена У Нага Сирены 3600 Будет Не то чтобы быстрый радианс Но нормальный радианс У него все таки 535 Кстати статистика Очень боевая такая Нага Сирена получилась Ну да там экшена много На ботами было В принципе везде экшен был Где была Нага Сирена Старались ребята смещаться Но вот Мы видим то что По графикам Назад все вернули Несмотря на Вроде как неудачный файт На Рошане Да Но Такое Рошана то Вроде бы забрали Именно ребята Из Мист Траст То есть они там Получили лишнюю денежку Там Аэгис еще Но С другой стороны Минески хорошо подрались В свою пользу Там был очень забавный момент Потому что реально Рошану вносить урон Было просто некому Вот эти 500 хп Которые у него Оставались Это был какой-то Непреодолимый барьер Там стоит Тайт Просто тыкается В него Дима Понимаешь что Рошан регенится Быстрее Зовет на помощь Да там Нага подходит И так далее Вот очередной Левинармон На Тауэр Который Еще и Глиф прожали Вот сейчас Наконец поняли Ребята из Мист Что нужно Дефать свои Твыра Что у них есть Возможность этим заниматься И вышку в Миде Например Они только что не отдали Хотя могли Единственная вышка Которая упала Это пока на топе И то Она упала Потому что Ее хотели отдать Да и потом еще Хотели отдаться Ты забыл Маленький Нюанс Нюанс Да Ну и Луна продолжает Фармить У Луны уже есть Морбид масочка У Луны уже Идет первая заготовка На Яшу Я так понимаю Так что У Луны все Более или менее Ок Эншентов нужно И стакать Да Есть Чуть-чуть стаков Но надо больше Надо очень много Стаков Чтобы она вывезла Как-то я не знаю 16 уровень Побыстрее Это То что может Перевернуть файт Третий эклипс В принципе Да ну вот видишь Бэтрайдер как раз Занимается Тем что Делает Многоспауны На Эншентах Которые по сути Зафармить У Мид Страст Могут ребята Но я не знаю Насколько они Хотят этим заниматься Кстати Что-то не получилось У Бэтрайдера Помигал Типа там Там что Заблочено что ли На самом деле Он вроде бы Чуть Чуть рано отвел Чуть накосячил Да Бэтрайдер Видит Все это перемещение Команд Вот сейчас Теперь уже заблочили Ну а тут на топе Какая-то тусня Непонятная Да есть уже Яшел Нормальная тусня И сейчас Бэтрайдер Все это дело спалил Они прекрасно понимают Что да Может быть смещение Но опять же Этого надо бояться Потому что Если первая НТП Прилетит Нага И провязывает Слип Подтянется Тайтхантер Подтянутся все Да Ну и вот у нас Прилетел Тренд Протектор Уже сюда Есть Нага Сирена Рядышком И Слип Вот И прилетают все Итак Ребята смотрят на Луну Говорят Братюнь Ты конечно Извини Тут не только Ей Тут перед всеми Извиняются Я смотрю Извинения Чену Извинения Винге Тысячу извинений Просто ребята Тысячу извинений Да На самом деле Очень глупо Все сделали Минески Вот как ты сказал Так все и произошло Ну это логично Потому что Ну как бы Ты подошел в упор к Таверу А у Еслипа Просто Чумачечий ТП первое Делается очень быстро Потом Да хоть 2-3 секунды Без разницы Есть Слип Наги Ну и у Наги Уже есть Радианс По итогам Вот этого замеса Да У него там Тысяча 300 золота Сейчас появляется Очередную вышечку заберут Купит себе рецептик И начнет фармить Вот когда Нага Начинает фармить Это очень страшно Учитывая то что Это Лейклс Это еще страшнее Этот товарищ И не из таких Безнадежных ситуаций Свой коллектив вытаскивал А тут этой безнадежной ситуации Грубо говоря и не было Вот именно Ни в одну минуту Потому что Все вроде как хорошо Сейчас Когда Слип станет Откатываться 60 секунд Они смогут такие файты Проворачивать просто По кулдауну Да там конечно Рываются И БКБ Опять же собирать Для Луны Это опасно очень То есть ты нажимаешь БКБ Нага нажимает Слип И тебя убивают Иди сюда Вась Ну так обычно и бывает А вот он Родианс пошел Ну и сейчас Скорость фарма увеличится А не такая уж И тонкая У Женага кстати 14 уровня С 1300 хп Типа рабанщики Они дают лишнюю выживаемость Да Я уверен Там еще какой-то сейчас Виталити Бустер Прикупит например Вместо щитка Для того чтобы просто было Сложнее ее загонгать Больше хп могла она впитать Когда ее там поймает Вдруг Бэтрайдер Если вдруг поймает У нас тут поймали Трента И сжигают дерево Отлично увез Бэтрайдер Трента Мне очень понравилось Феноменальная игра Руд Кто еще живет Сид посадил Мека Бэтрайдер просто такой кривой Это забей Вот он просто взял И на форстафе У него походу скрипт прописан Знаешь Лассо форстаф В любую сторону Там ближай Лассо форстаф Стики Ну так и есть Потому что он только что Поймал Трента И увез его Цинкинга Цинкинг мог просто там Стоять Даже песками банально Дамагу уносить И то было бы неплохо Тем более у Цинкинга Там замакшенные пески Это 100 урона в секунду С руки он так не бьет Короче Бэтрайдер Это просто здоровенный косяк Ну Тайда уже трудновато убивать Особенно без луны Маловатые шансы Скажем так А Тайда потихонечку К рефрешу Слышишь У него уже Обливион стаф есть Сейчас на персевер На персевер схватает Да А с двумя Равейджами Там забей Я ливаю С маной сейчас будут Небольшие проблемки Но В принципе А сколько там Получается 225 Да 450 Рафрешер сколько 375 вроде стоит Да Где этот Зеленый камень Да 375 Ну да Там будет Как раз Тютелька В тютельку Платать Так у меня же арканы Два раза Ну я же говорю Два раза арканы Проюзываешь И там как раз Вот хватает Так как Некрачей там Никаких нету Вроде бы Да Некрономикона Нету И значит Тайд будет По полной Использовать Свой Монопул Потому что В команде Еще у кого-то Арканчики есть Да Ну вот А Надя Например Которая буквально Пару минут назад Купила себе Радианс Уже имеет 2500 Это по-моему Закономерно Даешь Наги Ранний Радианс Не убиваешь Нагу Получаешь От Наги Там типа Знаешь Троеточие Такой Там пункт 5 пропустили Там Тараска Я не знаю Там дифуза Там батерфля Вот это пропускаем Потом типа Профит Все Привет Так и есть Ну и Что у нас Будут стараться Сейчас нижнюю вышку Запушить Пока венга Стоит на защите Но и венги Защитник пока Не особо лютый Вайпер Вайпер уже очень жирный Посмотри Несмотря на то Что у него Всего 1200 хп Но там Пайпы Мекки Стаутшилд Пассивка То есть Вообще там Запас здоровья вайпера Сейчас Ну Тысячи две Наверное здоровья Да Я думаю где-то так У него еще и 12 армора А минус армора Там кроме вейвов террора От венги Никто не делает Опять же Надо попасть Надо кинуть Ну Попасть Вейвом то А? Ну блин На самом деле Можно банально кинуть В кого-то До него не дотянется Будет ли у нас Свап Тайда Убьем дульта Тайд видимо Решил все таки Не особо Воевать Пока он не купит Себе рефрешеру Но это глупо Да я тоже думаю Что это неправильно С второго левела ульта Хотя Знаешь Он может скорее не вейвить Потому что Нага фармит Наге никто не мешает Она выфармливает Ей ничего не надо У нее появились уже Трвела Полторы тысячи сверху Сейчас какая-то Яша Потом или Ривер И все Убивать нечем А ну Рошан смотри У Луны Там Балтазавр Я так понимаю Покемон сидит Такой Балтазавр Балтазавр Да у нее Балтазавр Не до БКБ Не ну у Луны Тоже все более или менее Пока идет хорошо Она на Две тысячи Отстает по фарму От Нага Сирены Это еще не так страшно Как может быть Минут через десять Друзья Потому что через десять минут Эти две тысячи Это будет просто Там на тангусике Скажем так Потому что Нага Совсем скоро Начнет обгонять На слот А потом и на два И ты не замечаешь Как ты уже Дефаешь трон Прям как Ладно Даже не хочу сравнивать С какими Тругательными историями Стараются по максимуму Блочить Спауны Эншентов Ребята из Мид Страст Понимают что Надо это делать Ну и знаешь Тут Такие Двоякие ситуации Иногда команды все делают Ну просто офигенно В плане понимания игры Что надо делать А иногда Они творят Какую-то Вообще Несусветную Ересь Да это как Ты про Бэтрайдера Бэтрайдер царь Бэтрайдер Бог Бэтрайдер царь Да он Лохо царь Лохо царь Бывали моменты Когда он вроде бы И царил Бывали моменты Когда он И плохо играл Ты посмотри Аганим у Джакира Сейчас будет Вот и там Вторая Макропира В узкий проход Скоро будет залетать Да узкий проход Луны скоро Будет страдать Очень сильно БКБ она Конечно доберет Но БКБ Это как раз таки Знак того Что единственный Узкий проход Который будет страдать Это узкий проход Луны Слип Слип Да и Быстренько будут В пятером Пытаться разобраться Конечно Даже не в пятером Наверное Все таки Вдвоем Втроем Вайпер И Нага Сирена Хватит ультимейта Вайпера Плюс один Посмотри на это количество Бабла Уже три тысячи Почти разница Между Нагой И Луной Луна сейчас на топе Подфармливает На самом деле Нага может на нее Просто выйти И хотя бы на БКБ Развести Лейклс просто Спаунит опять иллюзии Разводит их В разные стороны Че у нас тут с Тауром Таур Регенить некому Прилетает Луна Это минус Вайпер Или нет У Вайпера Мека Пайп Да он все прожимает Тайдхантер Ревейджирует И Тайдхантер тоже умирает Понимаешь проблема в чем Проблема вот в этих вот Двух подставных Засланных казачках Которые во время Врыва Тайдхантера Такие стоят Такие Ха Ну вроде драка Вроде да Че-то может А нет Плохо Плохо Ну ладно Пошли домой И побежали Потому что они даже Не рыпнулись в сторону драки Два таких молоточка Продано Ну это реально было так Тут потрачено даже Просто не продано Потому что вот эти товарищи Джакира и Трент Они только что Не сделали ровным счетом Ничего И он кинул Левиармар И такой Братан Сейвил как мог И такой стоящий В полэкрана от него Наваливая педали Оттуда Ну и вышечку Отдают По итогу Сейчас Я думаю Проще было отдать Просто вайпера Ну так вот Вытащили его Ну не пошло У пацана сегодня Ну резница Через минутку Пойдем дальше Вместе воевать Не в теории Если б у Наги Там были не в кулдауне Тривела То можно было Под врыв Тайтхантера Устроить телепорт Нага Сирена Чтоб она врывается Там Или просто Чтоб Нага Сирена Первая туда прилетела И через слип Как обычно Кстати у Наги же были травела Почему нет Они в кулдауне или что Вот я же о чем Если б хотели Сделали Но Нага Сирена У нас летает С базы На линию С линии на линию С линии на базу И так далее То есть Нага фармит У Наги нет Плана сейчас драться Видимо Да конечно нет Ну и в принципе Это правильная задумка Нафига Наги сейчас драться Ну вот Зачем тебе драться С вариацией 50 на 50 Если ты через 10-15 минут Придешься с вариацией 90 на 10 А еще через 15 Извини меня Иллюзии Сами там все убьют Ну есть такое Да Там всякие Санкинги И Веншфул Спириты Они пока не особо Плотные Ну как Венга Венга 1300 хп Не так уж и мало Манта Стайл Появляется У Луны У Луны Луны тоже все Более или менее Ох Блин Манта Стайл Это конечно круто Но при учете того Что там совсем скоро Появится рефрешер У Тайда Иллюзии Это не такие толстые Они будут рассыпаться Мгновенно И толку от этого Там проблема Даже не в том Что иллюзии будут Там толстые Или не толстые Проблема в том Что все Кроме Луны Будет умирать Очень быстро Тут нету БКБшечек Ни у кого Насколько я понимаю Да У Бэтрайдера У Бэтрайдера Только начинает Собираться Так вот Там Тайд с рефрешером Все правильно Это огромное количество Урона Плюс Радианс Нага Сирены Плюс Вайпер Плюс Джакира Плюс все это Стреляет Пуляет Там Пью-пью-пью Кстати Линка появляется Понятно Свапы Бэтрайдеры Много таких скиллов Которые неприятные Ну так вот И Луна Когда она останется одна Она все равно Ничего не сможет сделать У нее пока Не так много урона Не так много Крутых айтемов Они есть Но их не так много Ну и что Есть третий уровень Слипа Есть Джакира С Аганимом В принципе Можно и подраться Даже сейчас Вот да Пошел смог И Сейчас кого-то Видел кстати Рейндж Каста Ульты у Джакира Нормально Я вот вижу В правом верхнем углу Экрана Друзья Вы можете обратить внимание Там есть вот этот Краешек Круга Который показывает Вот вам Просто знаешь Хукает пуш Ай не достал А жоп ты горит Прям след за хуком Напал Шлет Из огня Бежит Спасается Горит Не дохукал Да Есть такое Ну и 17-17 Счет у нас по фрагам По деньгам Мы видим 5000 преимущества В пользу команды Метатраст Хотя недавно Было чуть больше По опыту 1000 преимущества XP у команды Минески Что там у Тайда? Нарисовалась или нет? Где? Что у Тайда? У Тайда да У Тайда нарисовалась Я думал Ты решил там В чат что-то написать Такое Аж похватился Не-не-не Ничего Писать не буду В чат Ну все Идут у нас уже Иллюзии Вот Началось Забегают куда-то подальше Всякие рептайдики Крепы горят Просто Ну понятно Вообще без вариантов Батрайдер аж телепорт Выронил с перепугу Бывает Сыпется из карманов Свитки Радиант В принципе да Это не Батрайдер А что это другой Но кстати интересно Что он там делает Байт на вайпера Нет Байт на вайпера Мне всегда нравились Эти байты Самый жесткий байт Конечно был в начале игры На луну Вот это был просто Гениальный байт Типа иди Сейчас на тебя ворву Они ничего не поймут То есть Только что они видели У нас всех Но они ничего не поймут Залетели на луну Луну высвапывают Отлично Высвапнули Тайд рефреширует Рэвэдж Кстати отлично Сбивает Сент Кингу Он и даггер И все что угодно Сент Кинг Припекло у Сент Кинга Луна там раскастовалась Винга сделала байбек Слишком много крипов Там ничего не получилось И нога поет Нога поет Разбудили Вингу Сурпрайз Не самое лучшее пробуждение Я бы так сказал И Сент Кинг Отлично Залетает Много дамаги Выдает Искану Тут опять же Тайд со своим Энчур смешем Очень много также дамаги Лейклс продолжает гореть Лейклс горит на всю Эту движуху Луна делает байбек И возвращается в драку Ребята из Минески Бой выиграли Но не выиграли Они очень много Не убили нагу Они не убили нагу Нагу не убили Байбеки потратили Это как бы главные моменты Да Трипл килл от Сент Кинга Он по сути ничего не значит Да Появилось у Сент Кинга Много денег Но это Сент Кинг Это не луна Вейл оф дискорд Какой-то может появиться Или БКБ Тоже не помешает БКБшка кстати Была бы неплоха Здесь для СК Ну а у Нага сирены Что у Нага сирены Три с половиной тысячи Сейчас отправляются Минески на Рошана Ну вот сколько было Три байбека сделано Раз Нет два Два Винга и Луна сделала байбек Единственное что сейчас Изменилось Это то что Нага знает Теперь то что Надо еще пофармить Все Типа ее и так В этом файте не убили Ей толщины хватило Ей по сути сейчас Либо Тараску И полностью укрепиться И самой заходить в толпу Либо какой-то артефакт На дэмэдж Типа бутерфляя Это скорее всего Либо будет Тараска А потом Это уже будет Либо какой-то артефакт На дамагу Либо монтостайл Либо какой-то монтостайл Туда заедет Чтоб было просто Много-много иллюзий Так что там с вышечкой Мигает что-то на Сент Кинга Не знаю что на него Ну иди ли живой Ой И что Ну помигать надо Сейчас Самстрайк Бэтрайдер по стулу полетал Тот тоже припекло Да У Джакира только что Вообще Драка От Мид Случилась Весьма Такая Неплохим образом Началась Потому что Сент Кингу Сначала Тайдхантер Сбил реведжем Все что только Можно было сбить Потом Джакира Очень неплохо Положил Макропиру И Сент Кинг Ворвался уже Ближе к концу Драки Но с другой стороны Он все равно Ворвался Причем неплохо Он вытрусил Очень много Там дамаги Ну Что там Что-то летит Что-то летит Да Это Монтостайл Одним кликом Да Нормально Ну я же говорю Плотности в принципе Хватается за счет Линки Тут почти 2000 хп Есть у иллюзий Поэтому Можно Ну вот Смотри Смотри Стоит себе луна Она вроде И отбивается Но вроде как Ей все равно Неприятно И это были иллюзии А одну треть хп Потерял на иллюзиях Это без дриптайдов И так далее Это просто На автоатаке Грубо говоря На Ну сейчас еще появятся Там всякие Монтостайлы Дабл дэмэдж Дабл дэмэдж Я вам тоже Это озвучил Нужно больше Дабл дэмэджей Ага Смакевич Погорели тут Немного пацаны И выехали на нагу У наги есть ульт У нее есть линка Должен это Также понимать Мистер Бэтрайдер Смотри Смотри Такая жесть Произошла Нереально лютая Тайминговая И просто на ботом Чтобы вы понимали Друзья Нага просто собиралась Пофармить Она заюзала иллюзии И благодаря этому Бэтрайдер Не смог Молниеносно действовать То есть он не смог Сразу прыгнуть И поймать Там сбить линку И схватить ее И вот эта доля секунды Только что дала Нага Сирене Возможность Отреагировать Слипом И улететь Так что неудачный Ганг от Минески Бэтрфляй В Бэтрфляй Выходит у нас Луна Ну и необходимо Ей очень надо Иначе Она сейчас поняла То что иллюзии Сбревают Неплохо Нужно хоть какой-то Эвэйжен Займить Смотри Смотри Фармит 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 Весь покупал На еще и ты получай Чилинистоногая Каспер хейтер Санкин Санкинга там Четыре тысячи Он видимо в жизни Таких денег в руках Не держал Не знает что на них Купить можно Трусятся руки Не знает что купить Так у Вайпера Там Аганим Да К нему летит Уже Аганим Это кстати Неприятно Луне сейчас будет Там вообще Много неприятных Вещей Мы уже говорили По поводу Дальности Ринджа атаки У всех героев Минески Там сейчас Вайпер начнет Неплохо портить Настроение Тайтхантер Да Контактный герой И Вот эти всякие Джакира С макропирами Очень Очень больно Будет драться В таком Контактном бою Против Мисс Траст И плюс Естественно Там Нага Сирена Она продолжает Формить У нее уже Три тысячи Сто Так я наверное Включу Канатворсы Разница По деньгам Семь тысяч Not bad Между Нагой И Луной Это не между командами Я понял Просто между Нагой И Луной Разница в семь тысяч Вот в принципе Все эти семь тысяч Которые мы видим Сейчас на графике Прямо что у Мисс Траст Они все у Наги Так он будет расти Три четыреста уже на руках Сейчас будет какой-то Артефакт появляться Вот в Эл оф Дискорд Да кстати Приобретается Анкинг Скорее у него выбор был Либо Дискорд Либо БКБ БКБ Да Вот решил Дискорд Максимум демеджа Ну в принципе Его тоже можно понять Потому что Раструсить надо Нагу очень быстро Либо не только Нагу Либо всех подряд Там всех нужно трусить Там Нага Это еще не самый Скажем Не самая приоритетная цель Да в нее вписать демеджа Побольше бы не помешало Но один Сент Кинг Там в соло Ей все равно естественно Ничего не сделает Сейчас еще продадутся стики Не дай бог Появится Ривер А Ривер может появиться Причем сразу С Виталити Бустером Ривер сейчас уже Скорее всего появится Там скорее всего Просто появится сейчас Рецепт В курьере на Тараску В этом Unusual Trap Джо The Boxhound Боже мой Тогда с прошлого Интернешнл Гем появляется Ну и сейчас начнется Девардинг Решение Вижена Чтобы не мог Бэтрайдер Синициировать драку Либо Там я не знаю Свап Винги У Винги кстати нет Там ни Аганима Ничего не намечается У Винги Нет Ничего интересного Нет Ну вот Правильно говорил Lost Знаешь такой Комплекс суппорта Возникает У некоторых игроков То есть несмотря на то Что герой Очень неплохой У него есть действительно Сильный потенциал Даже как у Керри героя Тем не менее Я суппорт У меня не должно быть артефактов Я же на подсосе Бегаю Ничего не делаю И так в основном И бывает Там что-то появляется У Вина Я так не считаю Так хвост не считает Я тебе так больше Чем скажу Или Пупей Не знаю кто у них Там принимал решение О Керри Винге В финале прошлого Интернешнл Но такое было Хорошо хоть не Керри Виномайнсер Это тоже было у хвоста Ну не на Интернешнл Но Да Вообще было Да 5400 уже у Лейкилза И ребята в смоке Отправляются Что повоевать Ну вышку как минимум Забрать Вышка уже упала Упадет Это нормальный деф Да? Потрясающий деф Три крипа просто взяли И разобрали Д2 Демонтировали Пропадает Аегис Да До следующего Рошана Пока еще непонятно Сколько Там много даггеров Там много игра у нас Видел кстати Там тренд с даггером Тайт с даггером Инициация По идее Должна быть мощнейшая И вообще У Мист Траст Тут все выглядит В разы круче Чем у Ребят из Минески У нас сейчас уже нормально фармит Ну я ее поздравляю У нее 7500 разницы Между Ей и Нагой Сиреной Ну и вот она Тараска Да Появляется Тараска 2300 хп Это еще не прилетела Она Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. 3300 хёбэ. – 3300. – И чё? – Да, 3300 здоровья, 22 единицы брони, 57% сокращения физического урона, то есть половина дэмэджа не доходит. Так, берём на полтора умножаем и имеем 4500 эффективных хитпоинтов эффективных, да, как там есть такой показатель. – Я что-то не поймала, что там делал Санткинк, но ладно. Девардили, девардили Хотели задевардить, скорее всего Видишь, вот пытаются как-то отпушивать эти иллюзии Тут уже и с иллюзиями сложно справиться Пока их убивали, потратили все касты И все равно иллюзии там чуть не зафармили А это иллюзии всего лишь Да, с настоящей это будет чуть посложнее, я слышал Че, еще пропадут барабаны И появится какой-то бутерфляй или МКБ Даже против Луны Тем МКБ, наверное, вряд ли Но может Не, может, может В принципе, Лейкелс может, если он захочет Так немного поиграться Вместо того, чтобы контрить вражеского героя Просто самому выйти в этот самый бутерфляй Для того, чтобы иллюзии были просто неубиваемыми с руки А как, кстати, наглеить уже Сейчас еще Монта Стайл заюзает и уйдет Давай, бро Монта Стайл Бро Вот, Монта Стайл Ну и все, Глиф потрачен на иллюзии И вот, подходят остальные иллюзии Прыгает на Бэтрайдера Бэтрайдер загорается Тренд Протектор играет не за команду Минески Возможно, они не в курсе Но Нага Сирена, она убивает вышку Посмотри, это был один заход Иллюзиями Иллюзиями Минус 1000 КПВ Таура Как-то так Идай, снова 4000 на руках Снова 4000 на руках Я думаю, что все-таки нужен какой-то дамейджный артефакт, чтобы еще быстрее спиливались вышки иллюзиями И если соперник не хочет идти на контакт, то... То мы пойдем на контакт к сопернику Ну? К зданиям на контакт К зданиям Пошлем дипломата на переговоры Ну-ка, ну-ка, ну-ка Что у нас тут у Тайдухи? У Тайдухи 2700 Кстати, Вейлов Дискорд появляется у Джакира А тебе тачка пошла? А много магии Много магии у Мисс Траст у них И Вайпер, и Джакира, и Тайдхантер, и Нага со своим радиансом То есть с Рептайдом Так что дэмэджа действительно очень-очень много Я не знаю, я не вижу аутов на самом деле для Минески Я не понимаю, насколько отвратительно должна пойти драка сейчас для Мисс Траст Для того, чтобы Минески выиграли Ну, я не знаю, там Санкинг должен с Агонимом сейчас Вейлов Дискордом С Рефрешеромом ворваться в пятерых, которые будут стоять И это реально, потому что БКБ у Радиантов нету Вот в чем проблема То есть тут либо они, либо их Вот в чем дело И в принципе, теоретически, возможен какой-то феноменальный врыв от Санкинга по всей команде Дараксира, правда, не хватает Угу И Клокверка Чтобы всех в Коги, и он прям туда закапывается И Мага сфлайом Да-да-да, я об этом и говорю Ну что, 5500 Продолжает расти и Нетворс 8000 преимущества уже есть у Наги Ну, это на самом деле Оно, конечно, будет эти 8000 преимущества падать Потому что... Ну, сейчас оно уже падает потихоньку, да? Потому что уже слоты закончились, бананы Да, Луна, она сейчас набирает также обороты У нее сейчас появится Сатаник там и так далее По итогу слоты-то кончатся И преимущество вот это Денег, которые лежат в стэше, оно особо-то ничего не дает Грубо говоря, этого преимущества сейчас и нет Потому что 31000 у Наги 24 у Луны И 6000 лежит в запаке То есть по айтамам у них внутри сейчас одинаково Да, и смотри сейчас, что мы имеем Мы имеем то, что Рошан появляется буквально через несколько секунд, насколько я понимаю, да? Вот Рошанчик можно отдать какому-нибудь Тайтхантеру или Вайперу Чтобы если вдруг как-то... Нет, так-то не надо, вот Вайперу, Вайперу, скорее всего Для того, чтобы Вайпер просто зашел, танканул Нага, она и так будет танковать иллюзиями Она сама не зайдет на базу к противнику А вот Вайпер, чтобы просто байтил Смотри, Нага находит дабл дэмэдж Дабл дэмэдж Опять нападает на Луну У тебя будет свап Будет, будет этот самый свап Ну, погибает у нас здесь Винга И на этом драка заканчивается Но у Тайда-то есть еще один рэвэйдж И можно пойти подраться Ну, они готовы идти на Рошана Они зайдут сейчас на Рошана Либо пойдут на Мидл Они сейчас подожмут Мидл, да, искренне Есть ли байбэк? У Инги? У Инги? Нету байбэка Ну, иллюзии пойдут на Мидл И думаю, ребята пойдут на Рошана Или нет? Баттерфляй приносит Лайкелс себе И вот он, рефрешер Тайдхантера Понял, что чем быстрее он пройдует Тем быстрее он будет откатываться Какой смысл его тут экономить Да-да Да и в бою его не особо хочется Знаешь, что это Когда ты видишь этот зеленый шар вокруг Тайдхантера Ты понимаешь, что сейчас будут баблошеньки Ну вот он, Тайтхантер Залетает, нападает на Луну Луну разбирают, или не разбирают А там Сатаник, она отжирается, отжирается Окей Ну и все, драка закончилась Все прожали БКБ, а все фуловые Погоди, погоди, там не все фуловые Там вышка внизу не слишком фуловая И рейнджовый барак не фуловый В Мидле тоже вышка догорает уже Ну это по сути минус Две стороны в плане Тавров Так, ну у нас поймали вайпера Того самого вайпера загульного, который до этого Частенько у нас гулял Сейчас он в Луну отплюнулся Что там за битва? А, там битва иллюзий против суппортов команды Минески Ну почему бы не бить просто рейнджовый барак? А, там пытается в Вингу Там, понимаешь, там бараки и так падают Вот в чем дело А, нет, там Бэкдор Протекшн уже включился А нет, все, нету Бэкдор Протекшн Теперь уже бараки начинают падать Теперь тут Луна попадает под раздачу А, что это за прикол был вообще? Что это за прикол был вообще? Не, байбэк-то это понятно, но... Ну, во-первых, не тот барак били, донари Они допьют, в смысле? Это самая безответственная вообще квалификация в этом плане Ну смотри, минус Луна Лассо нет, зачем он сюда залетел вообще? Сэнкинг вроде неплохо сейчас копает, да И вот оно, наконец, пошло Лассо Но Нагу убивать пока нечем Хотя 970 хп, 800 хп, опять же 900 Нага живет, Луна пытается с руки ее дорезать Но там... Батерфляй Там очень много миссов, да И это минус... Это минус 5 Это минус 5, да Луна не будет 120 секунд Она после байбэка 50 минут И... Митх... 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 Митхтраст выигрывает первую карточку Да, я не знаю, почему до сих пор Минески не написали ГГ Вот сейчас их, видимо, Митхтраст решили наказать за такую дерзость И пойдут снесут трон Потому что что? Чен будет через 27 секунд дефать в соло? Или может у Минески там... Они думают, что таймрейтинг какой-то есть? Пацаны, это уже не переигровки, если что Не-не-не, не знают Используют это время, чтобы пообсудить... Бэтмайнеры На самом деле, главные бэтмайнеры с тобой тут мы Почему? Ну мы на постой всех вайнем, жалуемся и... Почему вайне вообще с тобой 200? Митхт сейчас нормально затянули игру и выиграли Не, Митхтраст сейчас очень классно все делали Вот к ним претензий никаких нету Ну вот, наконец уже ГГ 49 с половиной минут шла у нас эта каточка Увлекательная весьма игра получилась Да, неплохо Да, и в плане зрелищности никаких жалоб вроде быть не может Никто особо не терпел Одни воевали, вторые отбивались Потом все было с точностью наоборот И... Что? 1-0 Начинает вести Мисс Траст Да, один маленький шажок остается до уже гранд-финала, грубо говоря Я думаю, что... Погоди до гранд-финала Еще надо корейцев победить А у них еще есть сегодня встреча с MVP? Завтра встреча с MVP, да На сегодня вот еще одна каточка Будет как раз счет поменялся уже, да 2-0, а Рогейминг выиграли у MVP И MVP как раз встретится с победителем этой пары Вот в чем дело Ферштейн? Ферштейн? Ну вот, собственно, турнирная таблица для тебя специально показана Благодарочка Да, ну а мы, друзья, будем уходить, наверное, на небольшой перерыв После которого с вами увидимся уже на второй карте Возможно, она станет последней, а возможно и нет И давайте, далеко не разбегайтесь Приближается 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV